Здравствуйте, уважаемые трейдеры! С вами я Мария Кухтой, вы смотрите рубрику «Пульс рынка» с Марией Кухтой. Свежий обзор рынков для вас на предстоящую торговую неделю. В сегодняшнем обзоре, ребят, посмотрим три блока. Первый блок – это свежие торговые рекомендации, второй блок – это посмотрим, как отработались мои предыдущие публичные торговые идеи, те, которые вы получали, как в моих обзорах предыдущих, так и в виде отдельных постов в моем открытом телеграм-канале Мария Кухта Трейдер. И третий блок – это посмотрим, какие еще дополнительные торговые идеи получали подписчики в моем закрытом канале в телеграме ВИП Мария Кухта. Я напомню, что данное видео выходит для моего ютуб-канала Мария Кухта Трейдер и будет опубликовано в воскресенье сегодня, 2 июля, и для ютуб-канала компания Маркетс. Видео продублируется в понедельник, 3 июля. Так, теперь давайте начинать. Первый блок свежей торговой идеи для вас – индекс доллара. По индексу доллара предлагаю дальше продолжать работать на покупку в сторону локальной тенденции восходящей, которая образовалась за последние несколько торговых дней. Хорошие импульсные движения наверх у нас прошли по индексу доллара. Отработались мои предыдущие публичные торговые идеи. Я вам рекомендовала открывать покупку по Дикси. Сейчас предлагаю дальше работать в лонг. Я считаю, что у нас движение наверх еще не закончено, и дальше оно продолжится. Либо с текущих, если мы удержим откатную зону поддержки 102,8, и это свежая консультационная зона поддержки, которая в четверг и в пятницу подтверждалась на прошлой торговой неделе. Либо с текущих, либо еще с небольшой коррекцией будем уходить наверх. Я еще ранее довольно подробно объясняла свою позицию по Дикси. Здесь у нас есть неплохие предпосылки для среднесрочного роста. Я считаю, что эти моменты сохраняются и на текущее время. То есть сейчас на текущий момент у нас эти предпосылки сохраняются, и индекс доллара дальше, скорее всего, будет уходить в сторону локальных лонговых импульсов, которые произошли у нас 22-23 июня. Это первый импульс наверх, и второй импульс с отработкой уже моей публичной торговой идеей в лонг 28-29 июня. Поэтому, ребят, покупки по Дикси от откатной зоны поддержки 102,8. Если чуть-чуть ниже будем уходить, у нас следующий уровень поддержки 102,5. Минимум свежего импульсного роста, то есть за этот минимум уже можно опрятать стопы и ждать дальнейшего импульсного роста по данному инструменту. Евродоллар. Евродоллар – это следующий интересный инструмент, на который я рекомендую обратить внимание. По евродоллару у нас довольно четко прослеживается, локально зажать цены вниз, локальное давление вниз, которое происходит за последние несколько торговых дней по евро. Я считаю, что и это давление еще покажет свою реакцию. То есть евродоллар у нас еще не закончил свое снижение, несмотря на то, что есть довольно уверенная лонгова тенденция, которая образовалась с начала прошлого месяца июня, продолжилась фактически до конца июня, но тем не менее локальная, последняя, вот эта локальная тенденция шартовая, она дает о себе знать и показала отработку на прошлой торговой неделе, как в среду, так и в четверг. Здесь замечательные движения импульсные вниз по евро у нас произошли, как я и прогнозировала. Во втором блоке я вам покажу, что в закрытом канале своим подписчикам я рекомендовала шартить евро еще от коррекционных максимумов и публично также в виде дополнительного видео, которое вышло в среду на прошлой торговой неделе на моем ютуб канале Марию Кухтотрейдер, я также советовала вам шартить евро. У нас шикарная отработка, в пятницу новый локальный минимум, в принципе пятница на прошлой торговой неделе пробила предыдущую откатную ценовую зону. Несмотря на то, что локальный выкуп у нас произошел, я считаю, что дальше будем ходить по евро в сторону давления текущего, поэтому как минимум краткосрочные шарты по евро-доллару дальше продолжаю рассматривать. От зоны откатной свежей в районе 1.0930 с перспективой на обновление локальных минимумов, которые у нас были в пятницу на прошлой неделе и ниже. То есть в сторону локального давления предлагаю дальше торговать валютную пару евро-доллар. Так, ребят, по валютному рынку из интересного пока все. Давайте еще посмотрим натуральный газ. Натуральный газ у нас, несмотря на то, что находится в локальной краткосрочной лонговой тенденции против основной долгосрочной нисходящей тенденции. Напомню, что по натуральному газу у нас довольно четко и довольно длительное время прослеживалась нисходящая тенденция, нисходящий тренд. В сторону этого шартового тренда на самом деле здесь можно было замечательно ошарить натуральный газ. Я несколько раз об этом говорила, о продажах публично. Но сейчас что на данный момент интересного у нас рисуется? Против тенденции. Против тенденции формируется торговая формация по натуральному газу. Лонговый торговый паттерн образовывается сейчас. Уже фактически все элементы для того, чтобы открывать покупки у нас присутствуют. Поэтому натуральный газ предлагаю торговать на покупку выше свежей откатной консолидационной зоны поддержки 2,540. Минимум коррекции, которую мы с вами видели в среду на прошлой торговой неделе от этой ценовой зоны. Либо секущих, либо еще будет у нас одна откатная дневочка, возможно еще какой-то донобор торговый позиции по натуральному газу мы с вами увидим локально. Тем не менее, в сторону этого поджатия, поджатия наверх, образовавшихся за последние две торговых недели, в сторону свежих, потенциально защитных и импульсных движений, которые произошли в виде двух фаз. Первая фаза – это 15, 16 и 17, 19, прошу прощения, июня. И вторая фаза – это лонговый выкуп 21, 22 и 23 июня. Вот эти два лонговых импульса служат для нас сейчас потенциально защитным лонговым движением, в сторону которых я рекомендую дальше торговать натуральный газ с перспективой на пробитие локальных максимумов и выше. То есть в сторону локальной, краткосрочной восходящей тенденции от текущей лонговой формации выше свежей ткатной зоны поддержки 2,545. Работаем на покупочку по данному инструменту. Так, и еще из интересного для вас – это из фондового рынка, ребята. Несколько акций сейчас посмотрим. Одна из которых, одна из которых всем известная акция Мэта, которая более известна как Фейсбук. Ребят, несмотря на то, что мы уже больше чем полгода растем по данной акции, восходящая тенденция такая довольно уверенность здесь прослеживается. Все-таки я считаю, что учитывая характер консолидации за последние две торговых недели, учитывая характер накопления позиций текущего, у нас еще движение на верх не закончено. Это значит, что можно дальше продолжать спекулятивно, по крайней мере, работать на покупку выше откатной консолидационной зоны поддержки 278 с копейками. То есть у нас здесь коррекция произошла по данному инструменту, остановка коррекции, борьба за этот откатный уровень. Несколько реакций было, и замечательная консолидация позиций, замечательный набор позиций в рамках свежего потенциально защитного лангового движения. Это значит, что Мэта у нас дальше нацелена вверх с перспективы пробития максимумов, которые образовались на прошлой торговой неделе и выше. То есть еще хотя бы, по крайней мере, один хороший импульсный выброс наверх по данному инструменту мы с вами увидим. Поэтому если вы торгуете фондовый рынок, если вы анализируете данную акцию, можете присмотреться и открывать ланги выше откатной зоны поддержки 278 с копейками. И еще одна интересная акция, ребят, на которую тоже предлагаю обратить внимание, это акция UNP, Union Pacific Incorporation, которая торгуется на бирже NICE. Ну, на самом деле, в закрытом канале, я чуть позже вам покажу, я еще ранее рекомендовала всем подписчикам открывать ланги по данной акции. После первого перекрытия, которое у нас произошло в виде двух ланговых импульсов 26 и 27 июня, уже на следующий день, 28 июня, я рекомендовала открывать ланги. Уже мы локально выросли, тем не менее. Что сейчас интересного у нас здесь рисуется? Ланговая комбинация, ланговый паттерн, который уже начал себя отрабатывать, но тем не менее он сейчас актуален, и он сейчас в силе, и он дает возможность дальше продолжать работать в лонг по акции UNP. Поэтому моя торговая идея для вас, и это покупка акций UNP. Выше откатной зоны поддержки в районе 200, круглая такая консолидационная зона поддержки, на которую произошла реакция в виде импульсного лангового перекрытия. Вот вся ланговая комбинация текущая, которая позволяет дальше увидеть ланги, по крайней мере локальные, но если добавить более, скажем, обширную часть графика, уже посмотреть на консолидацию, формат консолидации по данной акции за последние несколько торговых месяцев, начиная с конца марта, где у нас пошел первый такой заходной ланговый импульс наверх, и последующая комбинация, последующая консолидация позиций с четким поджатием наверх. То есть если проанализировать все комплексно, и вот этот отрезочек, который состоится из потенциально защитного движения и длительного набора позиций с поджатием локальным наверх, и плюс текущая ланговая комбинация, которая состоится из локального потенциально защитного лангового движения со своим подтверждением, то есть своя подтвержденная ланговая формация здесь локально присутствует. Все это дает возможность прогнозировать дальнейший, уже не краткосрочный ребят, а среднесрочный лонг по акции ЮНП. И первая цель для роста – это зона консолидации в районе 214 с копейками. Следующая цель, если пробиваем 214, и это ценовая зона в районе 220. Вот такая интересная ситуация по акции ЮНП, то есть среднесрочно можно пробовать работать на покупочку по данной акции. Если торгуете фондовый рынок, можете посмотреть данный инструмент для среднесрочной торговли и открывать ланги выше откатной зоны поддержки в районе 200. Ребят, это были свежие торговые идеи для вас, то есть первый блок сегодняшнего обзора. Теперь давайте перейдем к второму блоку и посмотрим, как же отработались мои предыдущие торговые идеи, предыдущие торговые рекомендации, которые вы получали от меня публично, публично на прошлом видеообзоре. Я напомню, что по выходным я записываю видеообзоры с анализом рынков, отбираю для вас интересные инструменты как анализа, так и для торговли, которые вы можете использовать в своей торговле, в своем анализе. И вот это прошлое видео, которое вышло в прошлых выходных, дикси, евро, нефть, дакс, коин и гособлигации. Это то видео, которое вышло как на моем YouTube-канале, так и на YouTube-канале компания Markets продублировалось в прошлый понедельник. И давайте все по порядку. Давайте посмотрим, как же те торговые рекомендации, которые я предлагала вам торговать, отработались спустя торговую неделю прошлую. Итак, индекс доллара. Прежде чем перейдем к этим инструментам, я бы хотела в двух словах еще сказать, что помимо видеообзора публичного, который, как я уже сказала, вы получили на прошлых выходных, значит, помимо этого видеообзора и торговых рекомендаций в нем, также я сделала дополнительные, дополнительные посты в моем открытом телеграм-канале Мария Кухта Трейдер. Ребят, поэтому кто подписан, вы знаете, вы уже видели. 27 июня я сделала дополнительные посты по Dixie, по гособлигациям, по NFT марки Brent, по этим инструментам, то есть те инструменты, которые еще на тот момент не отработались, но на тот момент они сохраняли актуальность тех торговых моих рекомендаций, которые я публично давала в видеообзор на выходных, то есть дополнительные посты с дополнительными апдейтами по этим инструментам. То есть если вы подписаны, вы могли воспользоваться моими рекомендациями уже не только в виде видеообзора, но и рекомендациями, которые я давала в графическом формате в своем открытом телеграм-канале Мария Кухта Трейдер. Итак, ребят, индекс доллара. Индекс доллара публичное видео на прошлых выходных. Давайте посмотрим закрытие пятницы. Пятница у нас закрывается, вот этот понедельник открывается, то есть закрытие пятницы я видела и рекомендовала вам лонговать Dixie, несмотря на локальное давление вниз, то есть всю свою позицию, весь свой подход к анализу рынка я озвучила в предыдущем обзоре, если интересно, посмотрите. Итак, посмотрите, какая у нас замечательная локальная отработка произошла, то есть понедельник, вторник это локальная консолидация в рамках потенциально защитного движения этих двух лонговых имперсов, которые произошли 22 и 23 июня. Чуть-чуть донабрали торговую позицию и как раз тогда, вот когда мы донабрали торговую позицию, ребят, я сделала пост своим открытым, отмечу, публичным, телеграм-каналем Рейкохтотрейдер, то есть вы в свободном доступе можете найти этот телеграм-канал и свободно подписаться. Значит, Dixie индекс доллара лонг актуальный. Для своих подписчиков я сделала апдейт по торговой рекомендации по Dixie для того, чтобы вы понимали, что действительно у нас лонг актуальный, что действительно лонговая перспектива сохраняется, и можно открывать лонги. Посмотрите, где у нас торговался индекс доллара, как раз фактически на минимумах коррекции. Если вы воспользовались данной моей торговой рекомендацией, вы уже могли шикарно, краткосрочно заработать. Покупочка на коррекции и отработка два дня роста. Среда, четверг, замечательная отработка торговой идеи на покупку. Публичная торговая идея подкреплена в виде видеообзора, который вышел на прошлых выходных, а также в виде графического поста с графическими торговыми рекомендациями, в том числе и на покупку по индексу доллара. И посмотрите, как шикарно мы себя отработали. Неделя торговая закрывается в профите, индекс доллара вырос отлично. И, как я уже сказала в первом блоке, я считаю, что это движение на верхность еще не закончено, и Dixie продолжит свой рост в сторону локального поджатия, образовавшуюся за последние несколько торговых дней по данному инструменту. Итак, ребят, евро-доллар. Евро-доллар – это следующая торговая рекомендация, которую вы получали от меня на прошлой торговой неделе в публичном видеообзоре. Посмотрите, евро у нас торговалось 23 июня, пятница у нас закрывается, в заходной импульс нарисовал евро-доллар. То же самое, то есть у нас здесь не было еще до конца сформированной шортовой формации, об этом я тоже говорила на прошлом обзоре, но я четко объяснила свою позицию, четко объяснила свое понимание рынка, почему считаю, что евро дальше будет двигаться в шорт, либо с текущих, либо от коррекций, но по факту мы уже увидим сейчас, видим сейчас, что евро сделала все-таки коррекционный рост. Коррекционный рост довольно, казалось бы, глубокой коррекцией, да, фактически мы достигли максимум коррекции, достиг ценовой зоны 1,0980, но тем не менее. Ребят, своим подписчикам в закрытом канале я евро-доллар рекомендовала шортить, продавать на фактически максимум коррекции, когда у нас нарисовалось локальное шортовое перекрытие в моменте, что это такое, я рассказываю своим ученикам на курсах обучения, я все эти моменты рассказываю, как это все торговать, как это все понимать, когда нужно заходить и так дальше, как отбирать торговые форматы, то есть все эти моменты я рассказываю на индивидуальных курсах обучения. Тем не менее, торговая идея в шорт в закрытом канале по евро-доллару у нас цена примерно была 1,0945, 1,0950 по евро. Кроме этого, публичное видео, которое вышло в дополнение к прошлому видео, то есть тому видео, которое было на выходных, публичное видео на моем ютуб-канале Мария Кухта Трейдер, ребят, по евро, вот пульс рынка с Марией Кухтой, Дикси, Евро, Фран, Голд, Эфир. Значит, здесь вы увидите торговую идею на продажу по евро-доллару, торговая идея была дана в среду 28 июня, чуть пониже, то есть в закрытом канале подписчики получили торговый сигнал на продажу по более привлекательным ценам и публично, я уже сказала, что евро смотрится в шорт, уже есть перекрытия шортовые, примерно на отметке 1,0930 торговался евро-доллар. Посмотрите, какая у нас шикарная отработка в шорт. То есть у нас уже четверг, четверг фактически отработал шортовые перекрытия, локальную шортовую комбинацию, которая сформировалась по евро-доллару, краткосрочно мы себя отработали. Пятница еще один новый локальный минимум с выносом коротких стопов. То есть здесь очень хорошо евро-доллар отработал мои рекомендации в шорт, как те рекомендации, которые я давала в публичных видеообзорах, так и рекомендации, которые я давала своим подписчикам в закрытом телеграм-канале Вип Мария Кухта. И видите текущую картинку, что я уже сегодня озвучила в первом блоге, что я дальше-дальше предлагаю шортить евро. Я считаю, что у нас движение вниз по евро не закончено, либо с текущих, либо от небольшой коррекции будем дальше двигаться вниз по данному инструменту. Как вы видите, я делаю апдейты своих публичных торговых рекомендаций, поэтому, ребята, подписывайтесь на мой открытый телеграм-канал Мария Кухта Трейдер и всегда будьте в курсе изменений, которые происходят по тем или иным инструментам, которым я анализирую в своих видеообзорах по выходным. А также буду дополнительные видеообзоры записывать и публиковать на своем YouTube-канале Мария Кухта Трейдер. Тоже подписывайтесь, не забывайте подписаться для того, чтобы всегда получать дополнительные апдейты, если у нас происходят какие-то изменения, если у нас ситуация остается актуальной, если появляются какие-то интересные еще моменты по другим инструментам. Все это я записываю для своих подписчиков открытого моего YouTube-канала Мария Кухта Трейдер, и они будут в курсе этих всех изменений и этой информации по основным финансовым инструментам. Так, следующая торговая идея, ребят, которую я публично рекомендовала торговать в прошлом своем видеообзоре, который вышел на выходных на прошлой торговой неделе, которую я записала. Значит, ребят, это продажа нефтимарки Brent. Продажа нефтимарки Brent пятница у нас закрывается с выкупом наверх, но я сказала в обзоре, что этот выкуп не влияет на дальнейшую картинку, не меняет шартовые настроения и не, скажем, влияет на шартовые перспективы по нефти марки Brent. И что мы с вами видим, уже, смотрите, вторник, то есть понедельник, конституционная дневочка, вторник у нас показывает замечательную отработку. Среда, добой вниз, и первая цель, которую я озвучила в районе 72, это первая конституционная зона минимума, которую мы с вами видели за последние несколько торговых месяцев. Нефть удерживала эти минимумы май, фактически и июнь. Эти два месяца у нас происходило удержание, удержание, поддержка в районе 72, и это первая цель, которую я озвучила в публичном обзоре прошлого. Нефть – шикарный шорт. Кроме того, точно так же, как и по другим предыдущим инструментам из валютного рынка, ребят, по нефти марки Brent я сделала апдейт в своем открытом канале Telegram Мария Кухтотрейдер. Посмотрите, нефть Brent, значит, ниже, еще вот один дополнительный нюанс, ниже сопротивление 75, дальше можно продолжать шортить, несмотря на то, что мы себя локально отработали, посмотрите, в моменте, все-таки я написала, что продолжаем смотреться в шорт, ниже откатной зоны сопротивления 75. У нас здесь появилась еще свежая зона сопротивления, максимум локальной коррекции. От нее я дальше рекомендовала работать на продажу. Продолжаем смотреться на снижение ниже откатного уровня 75. Вы спокойно могли воспользоваться моей рекомендацией, если вы подписаны на мой открытый Telegram канал Мария Кухтотрейдер, и если вы торгуете нефть марки Brent, и на этом заработать. Ребят, сами видите, как упала нефть. Краткосрочно, да, то есть мы первую цель добили, первую цель достигли, дальше сейчас отбились, это основная зона, то сейчас у нас нет ни торговой, ничего интересного нет. Но в любом случае, если будут какие-то изменения на протяжении торговой недели, если что-то интересное нарисуется у нас по нефти марки Brent, обязательно я либо своим подписчикам в закрытом канале, буду давать торговые сигналы, либо возможно и запишу видеообзор с торговыми идеями по нефти. Поэтому такая ситуация текущая, такая ситуация с моим публичным прогнозом прошлым в Short Brand, который себя отработал краткосрочно, и на котором можно было заработать, если вы торгуете данный инструмент. Так, следующая рекомендация DAX. Ну, ребят, DAX я все-таки рекомендовала среднесрочно, рассматривать шорты, пока у нас что-то непонятное здесь происходит, то есть еще нужно разобраться с потенциально защитными движениями, нужно больше информации графической увидеть. Есть шортовый импульс, есть вот лонговый импульс движения, которое сейчас произошло за последние несколько торговые дни по DAX, но в силу того, что мы еще шортовые импульсы максимумы не пробили, значит, отмены сценария нет, но в то же время довольно сильное лонговое такое восходящее поджатие наверх у нас сейчас присутствует. Поэтому DAX не рынка. DAX сейчас не трогаем, ничего интересного нет, то есть если будут какие-то интересные моменты формироваться, обязательно напишу в своем открытом канале, либо запишу отдельный видеообзор с торговыми идеями, в том числе по фонду Мейнексу DAX 40. Так, ребята, и, значит, еще торговые идеи публичные, которые вы от меня получали на прошлой торговой неделе, это лонг по акции Coin. Ребят, просто шикарный лонг на самом деле, шикарно отработалась торговая публичная, я отмечу, идея на покупку по акции Coinbase Global, которая торгуется на бирже Nasdaq. Так, посмотрите, у нас пятница 26 июня закрывается, поджатие наверх, здесь тоже я объяснила свою позицию, я объяснила, почему лонги, объяснила, какие у нас перспективы по Coinbase, несмотря на среднесрочные перспективы, то, что дальше у нас еще лонги в силе и лонги продолжаются, несмотря на это, у нас короткосрочная отработка уже произошла. Замечательный рост, мы с вами увидели уже, начиная с понедельника локальный рост, и вот вторник импульс еще один наверх, среда еще один новый максимум. Отличная отработка моего публичного прогноза на покупку по акции Coinbase. Ребята, кто торгует фондовый рынок, если вы воспользовались моей торговой публичной рекомендацией, вы могли замечательно на этом заработать. Сами видите, как отрабатываются мои торговые идеи публичные, ребят, то есть это не те идеи, которые я там в закрытом канале даю, да, своим подписчикам, мы к этому еще подойдем, то есть я сегодня в третьем блоке расскажу, какие еще дополнительные торговые рекомендации получали мои подписчики в закрытом канале, помимо тех публичных идей, которые вы получали бесплатно в открытом доступе, как в видеообзорах моих, так и в виде торговых идей в графическом формате в моем открытом телеграм-канале Мария Кухта Трейдер. Видите отработку, видите понимание рынка, видите формирование торговых формаций, если есть отличные торговые формации, я об этом вам говорю, я говорю, что, ребят, можно торговать, уже момент, куда нужно выставлять стопы, где фиксировать часть позиции, вот в момент сопровождения позиции, вот все это уже, ребята, в закрытом телеграм-канале, то есть куда выставлять стопы, когда частично фиксировать, когда перевести стоп без убыток, какой потенциал у нас для движения и так дальше, когда у нас происходит отмена сценария, то есть все эти моменты я уже подписчикам в закрытом канале, значит, их информирую в виде отдельных постов. И еще одна торговая рекомендация публичная, ребят, которую вы получали от меня в том же видеообзоре на прошлой торговой неделе, сами видите, что я специально отобрала не только какой-то один рынок, да, не только валютный рынок, но и видите, что анализировала и нефть, анализировала и Coinbase, то есть фондовый рынок, акцию, и также анализировала фьючерсы на долгосрочные казначейские облигации, ребят. Сами видите, как отрабатываются мои торговые формации на различных рынках, то есть не на каком-то одном рынке, а формации работают на всех рынках, формации, они работают по одному и тому же сценарию, если понять вот этот подход к анализу рынка, если правильно его интерпретировать, можно замечательно зарабатывать на всех рынках и на хороших торговых формациях, которые формируются по соответствующим инструментам. Так вот, гособлигации, фьючерсы на долгосрочные казначейские облигации, ребят, я вам рекомендовала шартить. Посмотрите, у нас закрывается пятница, 23 июня, закрывается, я чуть-чуть сказала, что есть поджать наверх, но так же, как и по другим своим публичным торговым идеям, я сделала апдейт по гособлигациям в своем открытом телеграм-канале Мария Кохтотрейдер. Посмотрите, давайте посмотрим и этот пост. Тикер ZB1, фьючерсы на долгосрочные казначейские облигации, есть реакция на уровень, который я озвучила в обзоре, дальше продолжаем смотреться в шорт. Посмотрите, была у нас реакция на уровень, то есть у нас поджатие чуть-чуть сработало, понедельник, вторник, тем не менее, вторник показывает локальное давление вниз, реакция на уровень сопротивления, которое я озвучила в шорт, здесь была замечательная у нас шартовая формация. Шартовая формация в сторону свежего шартового движения, которое было до этого, то есть все моменты, почему рекомендовала шортить данный инструмент, я озвучила в предыдущем публичном своем обзоре. Кому интересно, ребята, посмотрите и посмотрите, что сделал данный инструмент. Еще одна внутренняя дневочка, среда, мои ученики знают, как внутренние дневки влияют на паттерн, то есть на формирование торгов формации, каким образом внутренние дневки нужно учитывать или, лучше сказать, не учитывать при формировании торгового сетапа. На самом деле внутренняя дневка не меняет ситуацию, которая у нас образуется по инструменту, что и мы с вами увидели, в принципе, по данному инструменту. Внутренняя дневочка в среду и четверг отличный пролив вниз. Замечательная отработка, шартов у нас произошла. Как я и прогнозировала публично в прошлом видеообзоре. Продажи себя шикарно отработали. Первую цель мы достигли, то есть это консолидационная зона, откатная зона в районе, значит, 126 копейками. И можно сказать, что уже краткосрочно шарты себя отработали. То есть дальше, что дальше? Инструмент движения, пока здесь ничего торгового нет, то есть нужно было открывать продажи тогда, когда я говорила, когда была торговая формация. А момент, когда уже инструмент движения, это уже момент вне рынка, то есть мы не должны торговать инструмент, когда он движется, а на этом движении, наоборот, мы должны зарабатывать. Поэтому, если вы воспользовались все-таки моей публичной торговой идеей, если вы воспользовались торговой идеей на продажу, на продажу фьючерсов, на долгосрочные казначейские облигации, вы могли уже краткосрочно замечательно заработать. Ребят, публичные торговые идеи, все не постфактум, все есть в открытом доступе. На моем YouTube-канале Марии Кухтотрейдер вот это видео «Дикси», «Евро», «Нефть», «Дакс», «Коин», «Кособлигации». На YouTube-канале компания Маркес это видео есть в свободном доступе и было опубликовано в понедельник на прошлой торговой неделе. Кроме того, апдейты в виде графических постов, графических торговых рекомендаций, которые я сделала для своих подписчиков открытого телеграм-канала Марии Кухтотрейдер. Сами видите, все не постфактум. Если есть интересная ситуация, я об этом говорю, я об этом вас и информирую. Еще больше торговых идей получают подписчики в моем закрытом телеграм-канале «Вип Мария Кухтотрейдер». Ребят, давайте еще посмотрим в закрытом телеграм-канале, что интересного еще было от меня и что интересного получали подписчики в моем закрытом телеграм-канале. Так, евро-доллар. Помните, я вам говорила, что евро еще ранее шортила? В закрытом телеграм-канале, посмотрите, торговая идея на продажу по евро-доллару. Шорт ниже коррекционного уровня сопротивления 1.0980. Значит, продажи ниже вчерашнего максимума в районе 1.0980. Это я написала для своих подписчиков закрытого телеграм-канала «Вип Мария Кухта». И сами знаете, как отлично отработался шорт по евро, как замечательно у нас евро-доллар отработал краткосрочно мои торговые рекомендации на продажу и как можно было на этом заработать. Видите, ребята, уже, значит, среда, вот в моменте мы упали, и четверг еще одна дневочка, шортовый импульс, пятница, новый локальный минимум в моменте. Вот и отработка моей торговой рекомендации по евро. Я напомню, что в закрытом телеграм-канале «Вип Мария Кухта» для своих подписчиков я даю не только торговые сигналы с сопровождением, с ценовым уровнем стопа и так дальше, но и торговую аналитику по основным финансовым инструментам. Если есть какая-то ситуация интересная, если видно направление по инструменту, я могу это сказать и озвучить эту информацию для своих подписчиков о закрытого телеграм-канала «Вип Мария Кухта» для того, чтобы они могли уже корректировать свои торговые позиции, возможно, которые у них висят в моменте, то есть которые у них уже открыты висят, либо же локально интердей поторговать тот или иной инструмент. Но когда у нас формируется какая-то хорошая точка входа со среднесрочной перспективой, тоже отдельно даю торговый сигнал, и об этом информирую своих подписчиков закрытого телеграм-канала «Вип Мария Кухта». Евро-доллар, продажа, шикарный шорт, это торговый сигнал по дикте, ребят. Золото, по золоту мои подписчики получали торговую идею в шорт, посмотрите. После того, как золото у нас пробило поддержку ключевую в районе 19.40, импульсом пробили вниз, закрепились ниже, проконсолидировались несколько дневочек ниже, я в закрытом канале рекомендовала шортить золото. Посмотрите, шорты по золоту, написала пост, торговая аналитика, это была продажа ниже сопротивления 19.40. И давайте золото посмотрим, как золото у нас отлично отработало шорты. На самом деле, в качестве всю торговую неделю предыдущую мы снижались. Продажа в понедельник, посмотрите, вторник уже, шортовая дневочка, среда, четверг, отличный шортовый импульс вниз. По золоту у нас был. То есть, в принципе, отработка отличная. Отработка произошла по данному металлу локальная, но, тем не менее, на этом можно было отлично заработать. Так, еще из интересного, еще из интересного в закрытом канале, ребята, значит, новозеландский доллар. Новозеландский доллар на прошлой торговой неделе продажи ниже коррекционного уровня сопротивления 0.62, текущих, либо после небольших коррекций. Давайте посмотрим картинку. Здесь у нас была шортовая формация. Все-таки у нас, как потенциально защитные движения, выступали вот эти две шортовые дневочки, поэтому нужно было это учитывать. Мои ученики знают, как рынок еще может донабирать торговую позицию в рамках шортовых перекрытий, либо шортовых потенциально защитных движений. Давайте посмотрим новозеландский доллар, что сделал на самом деле новозеландский доллар. Посмотрите, шорты, одна дневочка чуть-чуть еще до набора торговой позиции в рамках вот этого движения шортового, которое было 22 и 23 июня, и шикарный шорт, шикарная отработка у нас произошла в среду 28 июня. Ну и четверг еще такой локальный добой вниз. Посмотрите, как отработалась шортовая формация. Самая достаточная шортовая формация против лонговой локальной тенденции, лонгового такого локального тренда, который образовался до этого, несмотря на то, что рынок поджимался наверх до этого, у нас здесь сформировалась шортовая формация, шортовый сетап, который позволил открыть спекулятивные шорты, по крайней мере спекулятивные, и на этом отлично заработать. Проливы вниз прошли, то есть мои подписчики в закрытом телеграм-канале заработали на продажах по Назанскому доллару, и я рекомендовала частично фиксироваться, конечно же, потому что уже импульс у нас хорош произошел, здесь я рекомендовала фиксировать частично позицию на продажу, то есть кто шортил. Поэтому, ребята, видите, видите мое понимание рынка, видите, как я сопровождаю торговые позиции. Вот это в моем закрытом телеграм-канале, таким образом я веду свой канал, торговые сигналы плюс сопровождение, кстати, по нефти, по нефти тоже в закрытом канале сигнал на продажу. Нефть, когда у нас сформировала уже локальную консолидацию, когда уже была подтверждена шортовая формация, вот тогда я своим подписчикам сказала, что можно шортить нефть ниже сопротивления 75. Видите, то есть в обзорах публичных я могу еще до конца не видеть точку входа, я могу только направление озвучивать, а уже, когда формируется консолидация, когда видна точка входа, когда видно, куда нужно поставить стоп и все остальные моменты, то есть это уже я в закрытом канале подписчикам обязательно пишу, то есть их информирую, и также иногда делаю посты в открытом телеграм-канале, либо же записываю отдельные видео-обзоры для своего ютуб-канала Марьи Кухта Трейдер. Так, в таком формате, видите, графический формат использую в закрытом телеграм-канале, да и, в принципе, сопровождение позиции. А вот, кстати, UNP акция, это та акция, которую я сегодня вам предлагала торговать в лонг. Посмотрите, UNP у нас две дневочки наверх перекрыт с локальной коррекцией, реакция на поддержку 200, и я рекомендовала лонговать данную акцию со среднесрочными перспективами выше поддержки 200. Уже локально мы растем, но, тем не менее, как я уже сегодня сказала, в первом блоке сегодняшнего обзора, что дальше-дальше UNP у нас смотрится вверх, в силу того, что лонговая формация сохраняется, лонговая формация в силе, то есть мы дальше поджимаемся наверх, и таким образом можно продолжать работать на покупочку по данной акции. Так, вот вы видите апдейты по моим торговым сигналам, а вот, кстати, серебро еще тоже рекомендовала шортить, серебро продажа ниже сопротивления в районе 23, с целью на обновление текущих минимумов. Пока мы минимумы не обновили, но локально мы себя отработали. Смотрите, шортовый сутап по серебру локальный, но, тем не менее, отработка произошла. Поэтому, ребята, если вы желаете получать от меня торговые идеи и торговую аналитику по своим финансовым инструментам, не только публично, то есть не только вот там несколько раз в неделю, там, да, все инструменты, которые вот сегодня, допустим, я сделала, там несколько инструментов, но также и по остальным инструментам, металлы, допустим, фондовые индексы, какие-то еще валютные пары интересные и так далее, что вы подписываетесь на мой закрытый телеграм-канал «Витмария Кухта» и уже там больше торговых идей с сопровождением, с четким ценовым уровнем стопа, если это торговый сигнал, либо же, если это аналитика, четкие ценовые уровни зон поддержки сопротивления, я отмечаю для вас, для своих подписчиков и таким образом работаю. Посмотрите, серебро, значит, у нас ниже сопротивление в районе 23, краткосрочно мы упали, пятница закрывается чуть-чуть поджарительно наверх, но все-таки я считаю, что по металлам у нас сохраняются шортовые перспективы, но пока не буду забегать наперед, пока металлы остаются сейчас прерогативой в закрытом канале, то есть буду уже сопровождать свои идеи, уже посмотрю, что там интересного нарисуется. То есть сегодня мы металлы с вами не трогали, но тем не менее я еще раз акцентирую внимание, если вас интересует мое мнение по другим инструментам, не только тем, которые я сегодня разобрала в обзоре, то вы можете подписаться на мой закрытый телеграм-канал, там будут торговые идеи по большинству топовых инструментов, либо же вы можете записаться на индивидуальный курс обучения ко мне. То есть обучение проводим в индивидуальном формате, анализируем те рынки, которые вам интересны, которые вы торгуете, любые вопросы по рынку можете мне задавать, отвечаю всегда. Со своими учениками введу, значит, обязательно введу для них как сопровождение тех идей, которые они торгуют, так и фидбэк от меня постоянный, есть вопросы, всегда отвечаю, не только во время занятий, но и полугода после окончания занятий. Также бесплатно добавляю свой закрытый телеграм-канал. Ребят, кому интересно, все мои контакты есть под видео, опишите мне в личку, и уже тогда будем с вами начинать работать. Либо по поводу подписки на закрытый канал, либо по поводу обучения, пишите в личку, отвечу вам в индивидуальные сообщения. Также хочу напомнить о том, что, значит, если у вас есть вопросы по инструментам, если есть инструменты, которые вы торгуете, которые вам интересны, тикеры этих инструментов вы можете написать под моим видеообзором. Отвечу, отвечу либо на следующем обзоре, посмотрите, либо отвечу, значит, в своем открытом телеграм-канале Марии Кухта Трейдер в виде отдельного поста, если что-то будет интересно. Если ничего нет по этому инструменту интересного, я просто в комментариях напишу, что, ну, ничего интересного нет, сейчас давайте побудем не рынка, подождем более понятную какую-то торговую картиночку по данному инструменту. Значит, вот и все, то есть есть какие-то вопросы, давайте под видео. Ребята, у меня на сегодня все, если вам понравился сегодняшний обзор, поставьте, пожалуйста, лайк, буду благодарна. Не забывайте подписаться на мои ресурсы, это открытый телеграм-канал Марии Кухта Трейдер. Это ютуб-канал Марии Кухта Трейдер, где я регулярно, значит, записываю и публикую видео обзоры. В открытом телеграм-канале также апдейты и сопровождение своих публичных идей. Значит, если желаете получать больше торговых идей и сопровождением, есть закрытый мой телеграм-канал VIP Марии Кухта, подписывайтесь. Для того, чтобы оформить подписку, пишите мне в личку. Мои контакты есть под видео. Желательно писать в телеграм-собака Мария Кухта. Так, по поводу обучения я сказала тоже, если интересует, пишите мне в личку. Ребята, благодарна за просмотр, благодарна буду за ваш комментарий, за ваши свежие отзывы, за ваши реакции. Спасибо за предыдущие комментарии, вопросы, которые вы задавали под моими предыдущими обзорами. На самом деле, для меня это очень ценно. Жду от вас свежего фидбэка. Всем хорошего дня, прибыльной торговли и до скорой встречи.